Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Субтитры делал DimaTorzok Празднование Дня науки продолжилось в Униксе, где прошел фестиваль студенческих объединений Казанского университета. На фестивале структурные подразделения вуза представили интерактивные площадки. Смотрим. Дать прогноз погоды с помощью метеолокатора, определить горную породу и освоить азы китайской письменности. Все это можно примерить на себе всего за несколько часов и погрузиться в самые далекие тайны многогранной науки в Казанском университете. Посетил интерактивные площадки и ректор Ильшат Гафуров. Так, например, студенты предложили ему расследовать преступления с помощью виртуальной программы. Данная программа позволяет найти механизмы расследования преступления, а также выдвинуть какие-то новые криминалистические версии. Также на одной из площадок было продемонстрировано студенческое конструкторское бюро, Олимпиадный центр и учебно-научный центр имени Карпова. Это площадка, которая обеспечивает онлайн соревнования, распределенные, которые сначала мы распространим на университет, потом всю республику, потом сделаем уже региональными, которые позволяют участвовать в онлайн соревнованиях по шахматам, шашкам, их модификациям, шашки-стоклетки, шахмата-шведка и других так называемых игр с полной информацией, то есть там, где количество решений может быть определенным комбинаторным способом. Кроме того, на мероприятии можно было познакомиться и с особенностями проведения хирургических операций. Было показано, как проводятся операции на сердце, как можно наложить шов на кожу, на некоторые другие органы. Один из наших кружковцев накладывал шов на сухожилие, то есть тоже достаточно очень интересно, всем было посмотреть. На площадке Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Ильша Тагафурову предложили попробовать себя в роли журналиста и взять интервью у студента Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. Интервью было проведено и записано командой студенческого телеканала «Универ-ТВ». Завершилась встреча праздничным концертом, где Ильшат Тагафуров в своем выступлении обратился к студентам, призывая их активно принимать участие в деятельности научных обществ, кружков и объединений вуза. Мы, если хотим, чтобы и о нашем периоде по истечении определенного времени говорили так же, что эти люди воспитывались в этих кружках и научных лабораториях, то мы должны все-таки примерно прийти к тем же цифрам, которым задействованы наши молодежь в творческих направлениях и спортивных направлениях. С помощью символической кнопки был дан старт перезагрузки студенческой науки в Казанском университете. В продолжение празднования Дня науки в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского университета прошло открытие выставки. Подробнее в нашем следующем сюжете. На открытии двойной книжно-иллюстративной выставки рассказали о создании Российской Академии Наук, о великих российских ученых и о развитии науки в Республике Татарстан. Особая часть мероприятия – это уникальная коллекция плакатов, которая посвящена началу космической эры. В конце 40-х, в начале 50-х годов придавали огромное значение науке. И, конечно, мы специально подготовили те плакаты, которые рассказывают о тех науках, без которых, конечно же, прорыв в космос не состоялся. У нас год науки и технологий, и мы знаем, что в первую очередь благодаря тому, что 60 лет назад мы полетели в космос, и поэтому именно эту тему мы сделали первенствующей. Также важно было сделать акцент на том, что это не просто научная библиотека, а именно университетская. Поэтому на выставке рассказали и то, как привлекали в науку студентов. Большое количество плакатов указывает на то, как важно заниматься теоретической частью естественно-научных знаний. Плакат «Техника молодежи». И это, конечно, удивительная находка. Он вообще неизвестен. Я пыталась его найти на других ресурсах. Он вышел в 42-м году. Прекрасная полиграфия. Мы понимаем, в какой тяжелейшей ситуации находится в это время страна, но никто не забывает о том, что это очень важно. Звать в науку, учить знания. Увидеть все материалы можно будет в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского университета. Выставка продлится до 12 апреля. Энджемия Небаева, Ленарта Влетьяров, Универньюз. В Казанской ратуши состоялось объединенное заседание Совета при Президенте Республики Татарстан по образованию и науке и Организационного комитета по подготовке и проведению Года науки и технологий в Республике. С участием Президента Республики Татарстан Рустама Мениханова и ректора Казанского университета Ильшата Гафурова. Все подробности в следующем выпуске. На площадке Театра Аллафузова состоялась церемония награждения молодых ученых. По итогам 2019-2020 учебного года обладателями специальной государственной стипендии Республики Татарстан стали 90 человек. Все подробности далее. Уже с 2010 года региональное общественное движение молодых ученых-специалистов Республики Татарстан проводит конкурс «Лучший молодой ученый Республики Татарстан». Президент Республики Татарстан Рустама Мениханова всегда держит на особом контроле поддержку наших молодых ученых, потому что без ученых, без развития науки невозможно продвигать общество. Конкурс проводится с целью поощрения наиболее талантливых молодых ученых Республики Татарстан, внесших большой вклад в развитие фундаментальной прикладной науки. Рамиль Насибуллин занял третье место в номинации «Молодой ученый области естественных наук». Занимается неравистом типа Харди, а также преподает численные методы и некоторые предметы по программированию. Планы Рамиль на будущее – защитить докторскую. Не ожидал, потому что там достаточно сложно было. В том плане, что многие выступали, например, имеют приложение, например, с нефтью, или с газом, или с дорогами. Конкурируют с ними, но достаточно тяжело. Алексей Андреев занял первое место в номинации «Аспирант» в области естественных наук. Занимается распространением систем навигации ГЛОНАСС на кололунную орбиту. Работает младшим научным сотрудником НИЛ – космической навигации планетных исследований. Мечта сейчас защитить диссертацию кандидатскую и остаться работать в университете Казанском федеральном. Продолжать научную деятельность, участвовать в конференциях, участвовать в исследованиях, публиковать статьи, разумеется. И прославлять по возможности Казанский федеральный университет. За 10 лет победителями конкурса стали 180 аспирантов молодых ученых республики. По итогам 2020 года наградили 12 аспирантов и 9 молодых ученых, внесших значительный вклад в развитие науки Республики Татарстан. В Елабужском институте Казанского университета сортовала череда научно-популярных лекций и занятий для школьников в рамках Года науки и технологий. Смотрим. Учащиеся университетской школы посетили занятия археологического кружка, где познакомились с музейной коллекцией, приняли участие в викторине и изучили методы научного исследования истории родного края. Такое взаимодействие безусловно полезно, оно развивает как и нас, студентов, которые занимаются на кружке, и как по основной специальности мы не только историки, но и педагоги. Это позволяет нам больше прочувствовать процесс обучения и воспитания с детьми, так и дети приобщаются к истории своего родного края, вообще к образованию, и не только получая школьное образование, но и участвуя в каком-то дополнительном образовании, расширяя свой кругозор. Также в Доме научной коллаборации имени Камиль Валиева прошла еще одна научно-популярная лекция, где учащимся школы номер 6 рассказали об истории развития технологий в области швейного дела. От ручного станка до современных машин, управляемых компьютером. На одной из таких машин теперь могут изготавливать изделия все желающие во время занятий в Доме научной коллаборации. Рисунка очень интересная, в городе у нас таких машинок нет, и попытаться повышевать, это все-таки процесс и творческий, и они знакомятся с новой техникой. Тем более сейчас мы уже установили программное обеспечение на данную машину, здесь уже можно выбирать большее количество рисунков, плюс еще можно самим рисунки создавать, загружать из интернета. Диана Желенкова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюз. На этом все, в студии была Диана Желенкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!